привет друзья с вами снова я светлана колесникова я еще раз хочу поблагодарить вас за то что вы интересуетесь детской темой за то что ищите познаете и хотите сделать жизнь ваших детей и вашу тоже светлее радостнее и гармоничнее если вы уже проделали медитацию для родителей кто он мой ребенок то первый шаг вами сделан и вы уже понимаете что наша задача стать искусным садовником для него чтобы этот росточек это семечко данная нам на воспитание на хранение чтобы она естественным образом выросла того свои плоды и раскрыла весь потенциал заложенный в нем но что же нам нужно сделать чтобы стать искусным садовником один мой хороший знакомый добрый друг кстати отец троих детей после проделанной медитации заметил вот что он сказал что действительно можно быть искусным садовником а можно быть садовником создающим искусство и действительно разница велика потому что садовник который создает произведение искусств он делает то что хочется ему он создает формы которые ему хочется где-то обрезая веточки где-то скрещивая какие-то растения которые неестественны друг для друга как же нам распознать эту грань хочу привести вам простой пример как-то нам подарили обыкновенное комнатное растение такой кустик небольшой с цветочками очень аккуратненький такой кругленькой формы и мы поставили его на кухне на окошко и вот через какое-то время прошло довольно много времени потому что он уже и отцвел один раз и уже там листики опадали через какое-то время вдруг заметили что он потерял свою форму что с одной стороны ветки стали намного длиннее чем с другой они куда-то лезли куда-то растопыривались и с первого раза с первого взгляда хотелось сразу это исправить ну что такое форма потеряна хотелось взять ножницы и подрезать чтобы опять форма радовала глаз но когда я посмотрела повнимательней я заметила что по утрам когда входит солнышко на некоторое время эта сторона освещается солнечными лучами и поэтому эти веточки стали длиннее они тянулись к солнышку им нужно нужен был этот солнечный свет и все что нужно было сделать это заметив это найти и создать другие условия чтобы и другая сторона тоже получала солнечные лучи чтобы все веточки могли тянуться к солнышку и тут уже есть выбор или развернуть просто цветок в другую сторону или вообще переставить его на какое-то открытое место где солнечного света больше вот на таком простом примере можно увидеть что сделает искусность садовник и садовник который создает произведение искусств и вот вам вопрос каким садовником хотите быть вы вы хотите быть искусным мудрым знающим или хотите стать садовником который создает шедевры произведения искусств чтобы получить одобрение окружающих чтобы может быть слова восторга и удовлетворения от собственной проделанной работы если вы все же решили оставаться искусным садовником познавать эту мудрость получать знания то оставайтесь с нами следующих письмах мы обязательно рассмотрим конкретные шаги на пути к тому чтобы стать искусным садовником для своего ребенка с вами была светлана колесникова я желаю вам любви и большого счастья до новых встреч а 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 Субтитры создавал DimaTorzok